Да, прямо скажем, так себе неделька начинается. Почему? Понедельник, 13-е, Зенит проиграл вчера. Ну, будем о пенсии говорить. Слушайте, это Феликс Невелев, я Даша Александрова, все прекрасно, весна за окном, сейчас обсудим все проблемы, все решим. Хорошо, ты Даша Александрова, будем говорить о моей пенсии. Будем говорить о твоей пенсии, тем более, что Минэкономразвитие предлагает поднять налоги тем россиянам, которые отказываются добровольно окопить на пенсию. То есть не отдал ты 4% прямо туда, на свою будущую пенсию, у тебя теперь не 13, а 15 подоходов. А если отдал добровольно, то платишь 10%. Было 13, стало 10, а отдай 4. Понимаете, да? Такая математика, будем разбираться. Не успели мы привыкнуть к новой системе пенсионных начислений, как в Минэкономразвитие предлагают очередные нововведения. Теперь отчисления в пенсионный фонд хотят привязать к размеру налога на доход физических лиц. Если вкратце, то чем больше откладываешь на будущее, тем меньше налог в настоящем. Сейчас, как известно, в России один из самых низких подоходных налогов – 13%. Чиновники предлагают снизить его для тех, кто готов от своей зарплаты отчислять 10%. И наоборот, те, кто откладывает на будущую пенсию вообще не хочет, будут обязаны платить не 13, а 15% от своего дохода. План, предлагаемый Министерством экономики, очень похож на американскую систему. В Штатах пенсия состоит из двух частей, почти как в России. Государственная, которая зависит от количества проработанных лет, и накопительная – то, что отложил сам. Только в США эти отчисления налогами не облагаются. У нас же на столь радикальные меры пока не решились. Еще один пример – Германия. Главный европейский ориентир социальной защиты своих граждан. Наша нынешняя система с баллами за трудовой стаж скопирована с нее. Среднестатистический немецкий пенсионер получает около 1300 евро в месяц. Только там так называемая пенсионная страховка, то есть процент отчисления от зарплаты выше, чем в России. Ну и вот как реагируют эксперты на данное предложение. Иван Родионов, профессор кафедры экономики и финансов НИУ в Высшей школе экономики, говорит, что схема выглядит абсолютно разумно. Единственная проблема связана с тем, что народ в нее не поверит. Уж больно много, начиная с 2000-х, было различных пенсионных реформ. Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов против данного нововведения. Он говорит, что в целом население не обладает высокими возможностями в области накоплений. Грубо говоря, сейчас нет денег на сейчас, поэтому очень трудно думать про потом. Как всегда, если есть два экспертных мнения, необходимо третье. Ян Арт, вице-президент Ассоциации региональных банков России, кандидат экономических наук, написал внятное руководство для обычного человека, где, как и на что взять деньги. Считать, что тема пенсионных накоплений столь болезненна, хотя бы потому, что у нас слишком часто меняются правила игры. А надо бы дать системе поработать лет 10-15 без перемен. Тогда было бы гораздо меньше обманутых ожиданий. Ян, доброе утро! Доброе утро! Хотелось бы услышать ваше экспертное мнение. Как вам эта история? Это хорошо или нет? Вы знаете, я согласен с экспертным мнением, которое высказал бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он когда-то сказал, чтобы в пенсионную систему верили, надо 25 лет ее не трогать. У нас действительно ее постоянно трогают, и это вызывает разочарование. Не говоря уж о том, что над всеми нами нависает угроза повышения пенсионного возраста, что, в общем, естественная вещь. Что до схемы, давайте на пальцах. Значит, если я отдаю, например, 5 или больше процентов на пенсионные накопления, с меня берут налог как 10. Больше 4 надо. Больше 4. Больше 4. Совершенно верно. Допустим, я отдаю 5. С меня берут налог тогда только 10. То есть я вместо нынешнего налога 13 потеряю 15. Если я отказываюсь отдавать, с меня берут налог 15. Так ли, сяк ли, но вместо сегодняшних 13 с меня, со всех нас, хотят брать 15. Вот, по сути, суть всей схемы и всей математики. Можно говорить тысячи слов, но в околоправительственных ведомствах по-прежнему ищут все время, вот как залатать этот тришкин кафтан, состоящий из бюджета. И все время возвращаются к одной теме. Где бы еще по налогам зажать, урвать, докрутить и так далее. Процитирую еще одного человека, который, к счастью, еще имеет влияние на правительство. Это премьер-министр Дмитрий Медведев. В сентябре этого года он остановил разговоры о возможном повышении налога на доходы физических лиц с хорошей аргументацией. Что это одно из немногих достижений, плоская шкала 13%, которая не меняется десятилетиями и в которую люди верят. Во все остальное мы практически не верим. Потому что все меняется, переигрывается, обсуждается и всегда в одну сторону. Я лично, вот как обыватель, был бы счастлив услышать в новостях, что в Минфине России, в Министерстве эконом-развития России вдруг начали обсуждать. Вы знаете, мы благодаря нашему эффективному менеджменту добились таких успехов, что надо бы снизить налоги в России. Давайте обсудим с экспертом, насколько. Но почему-то все никак не доживают до такой новости. Ян, вот смотрите, давайте опять же на схеме. Допустим, мы сейчас вопрос Веры с вами обсудили. Он очень сложен, потому что верить не очень получается. Но допустим, принимается такая система. Из чего будет состоять пенсия? Если мы берем нынешние составляющие пенсии сегодняшней, здесь фиксированная выплата у нас есть, и страховая пенсия, накопительная пенсия, все это вместе складывается. Как будет образовываться сумма будущей пенсии согласно инициативе Министерства эконом-развития? Вы знаете, схема практически та же. Но если мы с вами отказываемся пополнять свои пенсионные начисления и начинаем платить НДФЛ 15%, то как бы подразумевается, что эти 2% идут нам на госпенсию. В сюжете была ссылка на американский опыт. Там порядка 600-500 долларов любой человек получает от государства. А остальное, соответственно, накопительное. Если мы с вами платим повышенный НДФЛ, то эти 2% забирают как бы туда. Если нет, то тогда у нас та часть базовая государственная ниже, и наши собственные накопления, соответственно, начинают работать. Вопрос, государство под страхом уже уголовного кодекса гарантирует мне, что эти 2% будут идти на пенсию, а не на нужды. Нужды у нас много. Нам нужно и проведение проводить. И у нас, и у вас, и у всех. Ян, а вот вы два же сказали, как бы. Вы два же сказали, как бы. Я не смогу контролировать, что эти 2% поступают мне в какую-то условную копилку, в такую свинью, которую я не могу до пенсии разбить. А зато на пенсии вот вам молоток. Вы знаете, когда произошла реформа, я был горячим ее сторонником, и с 2000 года мы с вами получали письма, да? И, в общем, мы контролировали, сколько там накопилось. Единственное, что мы не контролировали, если мы были молчунами и не переводили в какой-то понравившийся нам фонд, мы не контролировали уровень доходности. Веб давал уровень доходности в жирные годы, 3%. Это чудовищно неэффективный менеджмент, мягко говоря, да? То есть, в принципе, мы вроде как контролировали. Но потом наступают вот эти самые неожиданные нужды, и мы в новостях узнаем. Заморозили. Но заморозили не мы с вами. Это как бы наши деньги, но как бы не мы приняли решение их заморозить. Вот тут мне сомнения терзают, как говорил герой одного фильма. Ян, всех начинают терзать, особенно когда вы все так внятно раскладываете по полочкам. Не уходите никуда, мы после рекламы продолжим. Утро на пять ищет формулу пенсии. Главные искатели формулы Даша Александрова. Эликс Невелев. И Ян Арт, вице-президент социо-региональных банков России. Ян, продолжаем разговор. Значит, мы выяснили, что есть вопросы к этой новой инициативе Министерства эконом-развития. Дескать, если вы хотите добровольно откладывать не менее 4% заработной платы в фонд будущей пенсии, то вот вам налог 10% в месяц, 13% не хотите. Вот вам насильно 15%, 2% мы сами положим. А поскольку это очередная пенсионная реформа, ей издалека сразу мало верится. Тем более, что, Ян, и вы подтвердили, что последние годы правительство государства вынуждено выискивать формы пополнения казны, я бы так сказал. И с другой стороны, столько раз менялись правила игры, что непонятно, когда они поменяются в следующий раз. Отсюда вопрос. Отсюда вопрос. Есть ли какие-то альтернативы, Ян? Вот по вашему мнению, как все-таки обеспечить себе достойную старость, и при этом, ну, чтобы она была обеспеченная старой, чтобы деньги никуда не пропали? Если вы говорите о личных альтернативах, то это, конечно, инвестирование, депозиты, желательно недвижимость, если ваше благосостояние дошло до этого уровня. Потому что все мы знаем нехитрую истину. Нет, это понятно, надо вкладывать недвижимость. Вы знаете, принцип «живи на 90% того, что получаешь», он за все эти столетия не менялся. Если вы так живете и инвестируете, то вы, в принципе, неплохо обеспечите старость, просто купив однушку, а что такое однушка в любом российском городе? Она сдается за половину зарплаты, которая считается в этом городе приличной. Очень просто, да? Что касается государственных альтернатив, то, во-первых, а, любая система хороша, кроме той, которую постоянно трогают, и, б, я лично, я думаю, что в Минфине и Минэкономразвитие не дураки, конечно, сидят, и у них есть свои доводы, мы их просто сейчас не слышим подробно. Но я думаю, что прежняя система неплоха. Вопрос вот в чем, что государство имеет разные карманы, резервный фонд, допустим, еще какие-то фонды, бюджет государственный, и государство оценивает пенсионные сбережения как один из своих карманов. Вот государство должно вообще перестать заниматься пенсионными сбережениями с той точки зрения, оно должно их регулировать, но оно должно забыть, что это его карман. Это не твой, это как в фильме, да? Это не твой зуб и даже не его зуб, это уже другого зуба. Не трогать просто пенсии. Что касается старой системы, она бы работала. Да, надо повышать пенсионный возраст. Но мы почему-то из демагогических соображений популистских боимся сказать народу, что это объективно, это демография во всем мире. Но не боимся рушить системы, морозить сбережения и так далее, и так далее. С зубами как-то у нас проще. Последний вопрос очень коротко, Ян. Директор Российской Академии Госслужбы при президенте России Владимир Мау считает, что среди, если мы его правильно понимаем, среди молодежи и людей среднего возраста не осталось никого, кто рассчитывает на государственную пенсию. И дальше я цитирую. Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности. А все остальные будут, так сказать, исходя из этого текста, Дниру цитирует нам Мау, выживать из того, что им удалось накопить предыдущий год. От данной однушки. Как вам кажется, прав Владимир Мау, так будет? С точки зрения эмоционального состояния общества, отношения к этой теме, к сожалению, прав. Но не дай бог нам дожить до такого общества и до такой страны. Потому что зачастую нашу бездуховность, нашу ненормальность в работе, жадность к деньгам определяет именно то, что мы все сознательно или подсознательно знаем. Если мы сейчас себе ничего не скуем, в нашей стране старость это бедность, это синонимы. Поэтому не дай бог нам дожить до такого... Не дай бог. Яна Арт, вице-президент Ассоциации региональных банков России, дай бог, был с нами не последний раз. Спасибо вам большое. Спасибо.